Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Здрасте, приехали. А чё это вы забыли здесь? В моей квартире, а? Историю хотите послушать? Но обещайте, что потом уйдёте, ладно? Погнали, расскажу вам историю. Эх! это маленькая поучительная история которая хочу вам поведать история банки вы спросите какой банки пол-литровый нет продешевили настоящий большом банке хотя на первый взгляд провинциально но главное еврейском поскольку это большой и еврейский банк его сеть как щупальца осьминога распространились по всему миру ну и название у него соответствующие большой еврейский банк international limited ну или сокращенно бебил чего нельзя сказать его сотрудниках кстати давайте с ним познакомимся президент нашего банка человек с необычным для нас именем и такой же необычной фамилией хороша хашвырош хороша хашвырош не еврей но тоже хороший человек не глупый сердобольный хотя очень ленивый это семейные банки все акции принадлежат тахашвырошу и его жене вошти с которой он находится в процессе развода и дележки тех самых акций это эстер новая секретарь референт нашего президента молодая симпатичная целеустремленная и харизматичная ахашвырош давно забил болт на работу моей душе покоя не играет по интернету в азартные игры развлекается а весь бизнес ахашвырош перепоручил своему исполнительному директору но давайте о нем чуть-чуть попозже со мною нет кого-то ах где найти кого-то могу весь мир я войти чтобы найти а это вошти как мы уже ранее сказали она совладели с нашего банка вместе с ахашвырошем в последнее время они с мужем делят уже не постель а а имущество вошли далеко не глупая но очень своенравная любит тратить деньги а шопинг шопинг смысл ее жизнь претендует на свою часть акции банка при разводе с мужем пока еще жена хашвыроша но в процессе развода с ним такую легче убить чем развестись как говорил в один классик марды хай цукер-пукер сис админ или главный айтишник нашего банка по совместительству дядя эстер компетентный скурпулезный в своей работе ну прямо до тошноты но очень порядочный уже не молодой до сих пор не женат и и живет со своей мамочкой а это тетя хая мама марды хая настоящая еврейская мама которая интересуется всем жизни своего мальчика каждый день тетя хая как по часам приходит в офис нашего банка чтобы накормить домашней едой своего любимого единственного сыночка клара абрамовна срались наш главный бухгалтер ну это гордость нашего банка просрались много чего говорили но главное это женщина со стержнем или как говорят коллеги и баба ну вы понимаете с чем клара абрамовна славится своим спокойствием пониманием и с любовью относится к своему коллективу это роза марковна на первый взгляд неприметный но в то же время самый незаменимый самый исполнительный самый честный и ответственный работник нашего банка потому что только она досконально знает всю подноготую нашей банковской кухни на которой надо вам сказать она проводит весь свой рабочий день так сказать не отходя от банки председатель нашего профсоюзного комитета белочка урожденная общественница экстравагантная дамочка феминистка слегка легкомысленная и немного ветреная белочка совершенно далека от своей настоящей работы числится в бухгалтерии но даже не знает где это бухгалтерия находится белочка обычно весь день точит лясы с коллегами отвлекая их от работы а вообще-то она собирает деньги деньги на свадьбы похороны в долг все любят деньги только не я ты любишь деньги все любят деньги деньги это всего лишь деньги все любят деньги а я тебя много денег не выходит из моды когда важно только знание битхон секундочку а кто это был? ну вот исполнительный директор Аман Тухесович Лемазл о чем а э Не удивляйтесь, еврей. Но он не хороший человек. Да еще антисемит. Такое бывает. Иногда. Вы разве не знали? Ушлый прохиньей и интригант. С большой хитростью и большими ушами. Надо сказать, что в нашем банке Омана везде свои уши. Он тайно работает на конкурентов и занимается разного рода махинациями. Оман поставил цель присвоить себе акции банка, пустить по миру Ахашвороша его жену вошти, а все финансы перевести на свои подставные счета в офшорах. А во всех грехах, ну как обычно, Аман Тухесович хочет обвинить всех своих собратьев. Евреев. Работников банка. И потребовать у президента всех их. Уволить. Ну вот мы со всеми познакомились и пришло время самой истории. В один день наш главный бухгалтер Клара Абрамовна, сидя у себя в кабинете, занималась сведением квартального отчета и обнаружила, на первый взгляд, незначительную ошибочку. Но для Клары Абрамовны любая, даже мизерная ошибочка, это повод конкретно напрячься. Клара Абрамовна уверенным шагом идет в кабинет главному айтишнику Мардыхаю, показать ему Ну а в это время наша тетя Хая с присущей ей скромностью заходит в кабинет своего сыночка Мардыхая, чтобы покормить его обедом. Она не церемонясь отодвигает главбуха с его грузбухами. Все эти компьютеры и клавиатуры на столе Мардыхая расстилает салфеточку, раскидывает еду на стол. Главбух возмущен? Тх, да не то слово. А в это время уравновешенный Мардыхай, выслушав спокойную речь главного бухгалтера от обеда вкусными мамиными пирожками, взялся за дело, как человек скрупулезный стал проверять все базы данных, все сервера. И тут даже он просто офигел. Налицо вылезли все аферы Амана Тухисовича. Подставные левые счета в офшорах, непонятные продажи акций. И тут до Мардыхая дошло. Шлемазл хочет присвоить все акции себе, пустить по миру Ахашвароша. А сотрудников банка, евреев, уволить. Слух об увольнении, как ни странно, быстро разлетелся по коллективу. Наша Беллочка из профкома, сами понимаете, этому поспособствовала. В коллективе начался тихий шухер. Мардыхай решает все рассказать президенту Ахашварошу. Но как? Только Эстер имеет доступ к президенту. Тогда Мардыхай срочно зовет к себе Эстер и рассказывает ей обо всем. Эстер ни минуты не мешкая бежит к шефу с докладом. Ну как? С помощью срались. Да ей, можно сказать, мягко намекнула, чтобы поторопилась. Шеф, шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Ахашварош вообще сидит в шоке. Он и так на взводе из-за вошти, а после доклада Эстер вообще пришел в ярость. Он знает, что Аман хитер, его голыми руками не взять. Ахашварош говорит, я знаю, вся сила Амана в его связях, в его ушах, его уши везде, их нужно обрезать. Но если резко обрезать все связи Аману, можно разом потерять весь банк. Тут нужна осторожность, и у него с вошти возник хитрый план. Они решают обмануть Амана. Аман сидит у себя в кабинете, что-то внимательно смотрит у себя в компьютере, и тут заходит вошти. А она, женщина деловая, сразу с места в карьер предлагает ему сделку. На, говорит о том, что Ахашварош не хочет делиться с ней акциями. Туда-сюда, ты-ды-тык-дык, ту-ду-ту-ду, шпра-па-пам, иди ко мне. В итоге предлагает Аману войти с ней в тайный сговор против Ахашвароша, а в обмен готова передать Аману половину всех акций банка. Заинтересовала ли это Амана? Пф, не то слово. Но в этот момент ему звонит телефон, и Аман отвлекается на разговор. Тут вошти вспоминает слова Ахашвароша о том, что вся сила Амана в его связях и ушах. Она точно помнит, что что-то нужно обрезать, но... но что? А, у Амана огромные уши. Вероятно, думает вошти, действительно, как у Самсона вся сила скрывалась в его волосах, так и у Амана все кроется в его ушах. И она идет на отчаянный шаг. Вошти незаметно подсыпает снотворное в чай Аману, тот выпивает чай и отключается. Вошти достает из сумочки маникюрные ножницы и решает тихонечко отрезать Аману его кончики ушей. Никто и даже не заметит. И Аман тоже. А эффекта будет... А нет, заметил. Эх, на следующее утро по всему нашему банку распространилась благая весть. Все в приподнятом настроении. Сотрудники на месте. Никто не уволен. Акции на месте. Банк на месте. После этой детективной истории наш банк вернулся к обычной работе. Ахашвароши Вошти продолжили дележку в компании. Эстер повысили на теперь главный помощник президента банка. Мардыхай все работает над своими серверами. Тетя Хая приносит ему еду каждый день на работу. Клара Абрамовна продолжила закрывать свой квартальный отчет. Белочка же продолжила собирать деньги на свадьбы, похороны, в долг. И даже злой и корыстный оман в этой выдуманной мною истории был помилован президентом. Да, у него заново отросли уши и мне кажется они стали даже чуть-чуть больше. А Роза Марковна на первый взгляд неприметный и в то же время самый незаменимый, самый исполнительный, самый честный ответственный работник нашего банка, как и раньше занимает свое место на нашей банковской кухне. Потому что только она досконально знает всю ее подноготную. Потому что как и раньше только она проводит весь свой рабочий день, так сказать, не отходя от банки. И да-да-да-да-да-да мы уволили нашего дизайнера. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok